Музыка Улица Невская входит сегодня в черту центрального района Волгограда Это собственно и есть самый настоящий центр Здесь на прямой видимости находится железнодорожный вокзал А до проспекта Ленина отсюда всего одна остановка Тем более удивительно, что сравнительно недавно по историческим меркам В середине 19 века эта местность находилась за пределами городской черты И носила особое, экзотическое и совершенно сегодня в народе забытое название В 1820 году Александр I утверждает первый в истории Царицына генеральный план План включал в себя еще де-факто существовавшую на тот момент Царицынскую крепость и прилегающие территории Фактически граница городских земель проходила тогда по современной привокзальной площади Вот акварельный рисунок, сделанный с окрестностей современной улицы Невской в 1804 году Где-то далеко внизу лежат небольшие домики Это и есть Царицын того времени Уже тогда предполагалось, что город будет расти, вытягиваясь вдоль Волги Местность же в районе современной улицы Невской, по мысли Александра I, должна была навсегда остаться загородной Записи краеведов 19 века сохранили для нас историческое, исконное название этой местности От реки Царицы, которая делила город пополам, вправо и влево, к югу и к северу поднимались две возвышенности Та, что к югу в своей высшей точке называлась Дар-гора А та, что к северу, опять-таки в высшей точке носила утраченное и забытое сегодня название Сибирь-гора Вот на Сибирь-горе мы сейчас и находимся Один из наиболее интересных исторических эпизодов, связанных с Сибирь-горой Произошел здесь, на этом месте, 21 августа 1774 года В те времена Царицын был еще крепостью И к стенам этой крепости подошел, с желанием ее взять штурмом, мятежный Емельян Пугачев 21 августа 1774 года Около двух часов дня к Царицыну с севера подошли войска Пугачева Остановившись на склоне Сибирь-горы, Пугачев расположил здесь свою артиллерию Отсюда, с горы, вся Царицынская крепость была видна, словно лежащая на ладони Ее удобно было обстреливать Царицын на начатый Пугачевым обстрел ответил всей мощью своих орудий Комендант Царицына Цеплетев сумел предугадать, где поставят артиллерию Пугачев И легкие шестифунтовые, а также тяжелые 12-фунтовые городские орудия Ударили со стен и с Волги по Сибирь-горе По заранее пристреленным позициям противника Неожиданно сильный удар приводит к потере значительной части пугачевской артиллерии И к огромным потерям в живой силе Пугачев теряет от артиллерийских ударов к убитыми 500 человек Растерявшийся Пугачев хочет отойти, но тут ему поступают сообщения О подходе свежих сил императорской армии Опасаясь сражения на два фронта, Пугачев покидает высоты и уходит дальше На юг, к Черному Яру, где и терпит сокрушительное и окончательное поражение Здесь, в районе улицы Невской, с исторических времен шла дорога, ведущая на Москву Несмотря на это, очень долгое время место это для Царицына оставалось необитаемым А вот заселение его, быстрое и внезапное, связано с одним событием, которое произошло в 1871 году В 1871 году в Царицын приходит большая железная дорога Собственно, эта дорога существует и поныне Именно по ней поезд из Волгограда постоянно следует в Москву Правда, в те времена железная дорога доходила не до Москвы, а обрывалась на станции Грязи Что в Воронежской области, и по тому названию у нее было Грязи-Царицынская железная дорога В Царицыне ее завершал, соответственно, Грязи-Царицынский вокзал Потомок того вокзала и по сей день стоит на историческом месте И называется Волгоград-1 Так вот, с проложением этой железной дороги Царицын начинает быстро превращаться в один из крупнейших транспортных центров Юга России И в город начинает в больших количествах стекаться народ Рабочая сила из разных уголков страны Как отмечает специальный доклад Царицынской городской думы Приезжие начали самовольный захват территорий вдоль железной дороги В город наряду с рабочими тянулись бродяги и преступники Городская управа не ожидала столь массивный приток в город сторонних людей Пыталась бороться с самовольной застройкой Впрочем, тщетно, людей становилось все больше и больше Итак, вскоре после строительства грязи Царицынской железной дороги Возведение вокзала Сибирь-гора начинает активно застраиваться лачугами Приехавших сюда рабочих железной дороги А также просто разными людьми, которые приезжали осваивать и покорять Царицын Городская управа поначалу пытается бороться с этим новым и незнакомым для Царицынским явлением Но потом смиряется и решает все узаконить Первоначально Сибирь-гора застраивается бедными деревянными домишками Однако позже, как на самой горе, так и в ее окрестностях Появляются более крупные капитальные строения В начале 20 века здесь строится Сергиевская и Армянская церкви Крупное здание казенного винного склада, которое сегодня сохраняется Комплекс застройки Свято-Духового монастыря Вся местность Царицыни, выросшая за полотном железной дороги вокруг Сибирь-горы Выделяется городской думой в особенный район И получает название третья часть города Улицы третьей части получают название по определенному особенному принципу По водным объектам То есть улицы называются здесь по именам морей, рек и озер Именно тогда на Сибирь-горе возникают во многом существующие и поныне водные названия улиц Тогда здесь появляются улицы Невская, Двинская, Кубанская, Днестровская Существующие и поныне Многие названия, к сожалению, утрачены на сегодняшний день Например, улица Пархоменко когда-то называлась Донская А улица Болонина – Волжская А вот эта улица Рокоссовская носила название улица Ладожская Подобная система тематического наименования улиц была очень удобна Вот если, скажем, некоему приезжему нужно попасть на неведомую ему Камскую улицу То он по названию может сразу понять, что искать ее нужно где-то в третьей части города Одно из наиболее значимых построек этого района, возникших здесь в начале 20 века Стал Светодухов или, как чаще его называли в народе, Илеодоров монастырь В 1903 году в Царицыне появляется новый монастырь Это происходит с приходом в епархию нового архиерея Епископа Саратовского и Царицинского Гермогена При нем в губернии развернулась большая программа монастырского строительства Комитет по возведению монастыря собрался в Царицыне 16 мая 1903 года А 17 февраля 1904 года Царицинская дума отвела место под устройство подворья Где начал строиться небольшой каменный храм во имя Святого Духа 28 октября 1907 года он был освящен В 1907 году настоятелем подворья был назначен иеромонах Илеодор Монастырь постепенно стал прирастать постройками Верующие помогали кто рублем, кто своим трудом, кто материалами В итоге здания обители выросли уже в 1909 году А окончательно строительство было закончено в первой половине 1911 года Сегодня территория бывшего монастыря возвращена церкви Однако практически все здания, которые сегодня построены на этой территории, поздние послевоенные 50-х годов Впрочем, вот стенка, которая сегодня существует между двумя домами, это остаток старого царицинского монастырского здания Когда несколько лет назад с нее сняли штукатурку, под штукатуркой открылись старые заложенные кирпичом окна Но, к сожалению, все заштукатурили обратно К сожалению, мы очень мало знаем, помним и чтим нашу историю И сегодня тот же среднестатистический житель улицы Невской Сможет ли он сказать, почему его улица называется по имени реки Нева Да и есть ли между ними какая-нибудь связь Или, например, житель улицы Пархоменко Сможет ли он ответить на вопрос, что такое Сибирь-гора Впрочем, может быть, теперь и сможет Впрочем, может быть, теперь и сможет